здравия дорогие друзья с праздником славянским равноденствия чтобы не было вопроса такое что же такое равноденствие заходите в google во всякие яндекс и шмандексы и проверяйте что же такое равноденствие чем же этот праздник характерен и чем же этот праздник магически важен для нас для людей которые живут на территории украины россии беларусь ну и собственно вся эта территория которая когда-то принадлежала ярким стойким красивым магическим духовно развитым людям славянам как бы не нравилось бы нашей власти эти слова но все мы предки славян поэтому я вас поздравляю тех кто еще не знает чем этот праздник так важен для нас объясню буквально сегодня уже будет новый год именно для нас для славян для наших предков для нашего рода ну в общем всего 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 самого лучшего эти два дня нужно посадить дерево начать какие-нибудь хорошие грандиозные события в своей жизни может быть я не знаю там признаться кому-то в том что вы его любите либо вы его не любите ну в общем делать благие дела и помогать людям мой эфир сейчас будет с интересным человеком это юрист это адвокат это хорошая женщина это мама в общем много всего много много-много-много она расскажет вам про все эти ситуации с которыми сталкиваются беженцы у нас проезжать европу вы знаете что я стал уже поднимать эти темы достаточно серьезно по поводу деток наших по поводу беженцев по поводу проблем ну и знаете я слышу как обычно в своих этих социальных сетях о том что а у меня там подруга живет такого нихрена а там насчит алкоголики поэтому них забрали в общем добавляем мы предупрежду она сможет говорить не все что вы хотите еще не все что вы хотите ксения я вас вижу бумаги на вас я не вижу не видите сейчас ксении переключится чтобы мы ее отлично ксении переключилась не видим ну я вас более-менее представил публике пока публика начнем сейчас раскачиваться не понедельник многие работают потом они посмотрят уже запись эфир какие обещал давайте так построим с вами таким образом эфир что было и для вас хорошо и для людей которые смотрят слушать потому что очень много людей которые сейчас за границей находятся они мне пишут утра до вечера про том что караул забирают ребенка караул забрали машину караул уволили с работы и постоянно мне пишут их помоги найти адвоката юриста потому что это полная жопа как говорится в европе да там 30 я так понимаю вы уже собаку съели на этом все вы уже все знаете мне уже объяснили том что вы помогаете также нашим беженцам у которых проблемы с ювелиальной службы да правильно такая служба есть который вот давайте так первый вопрос самый важный самый актуальный просто вот сейчас он он горит это правда том что у благополучных семей беженцев наших украинских забирают детей что наши беженцы вынуждены даже в скором времени уезжать с европы и даже в ту же украину либо в турцию чтобы спасти своих детей это правда либо нет либо этот вымысел российская пропаганда это правда всегда нужно когда вы слышите такую историю проверять знает ли человек который говорит эту историю с первых уст знает ли этого человека у которого начались проблемы с той или иной службой да но это абсолютно правда потому что часто говорится что проблемы могут быть только у семей у которых какие-то проблемы там злоупотребление алкоголем наркотиками другие социальные моменты это не так это миф у нас очень разная культура с теми странами которые сейчас выехали беженцы очень разный подход по законодательству и те проверки которые скажем не проводились бы в украине начинают проводиться там то есть поводом для этого может быть что угодно то что вы там повысили голос то что вы опоздали то что сказал ребенок у разных детей в разном возрасте это хорошо за меня расскажут психологи проявляются очень разные вещи например они могут преувеличивать фантазировать проявлять допустим свое желание каким-то образом там отомстить родителям за что-то не купленное сейчас и сказать что никогда ничего не покупают да и так далее то есть допустим то что вызовет удивление у нас у наших соцслужб они не примут как таковую жалобу от ребенка если мы просто не подарили на новый год подарок за границей мой ребенок должен получить какой-то хотя бы символический подарок это принято это в культуре то есть если ребенок не получает подарок это считается ну как бы его нарушением его прав да и тут нужно понимать что дети тоже общаются в детском коллективе слышат про то каким он как общаются местные дети что они говорят о том как они коммуницируют с родителями и так далее я не склонна говорить о какой-то программе по изъятию детей о каком-то заговоре по усыновлению и так далее но отрицать этого я не могу того что действительно по отношению к украинским детям может быть пристальное внимание почему я делаю такой вывод я не работаю с вот так называемыми проблемными семьями мои клиенты в основном обращаются по вопросам миграции по переезду страны извините семьи бизнеса в другую страну это всегда семьи у которых там определенный свой жизненный достаток некоторые из них оформлены по беженским программам некоторые нет и внимание есть и к тем и к тем то есть я могу говорить о том что в моей выборке нет тех кто знаете выезжал отсюда из трудных обстоятельств из украины и столкнулся там скажем с пристальным вниманием я говорю о тех кто в принципе не планировал вообще попадать в поле зрения соцслужбы и вы знаете я здесь немножко задумался до того как произошла скажем так полномасштабная война у нас и полномасштабный выезд наших беженцев практически я не слышал о том чтобы у украинцев либо у россиян белорусов неважно пытались отобрать ребенка но просто таких историй никогда не было люди жили десятилетиями проблем не было почему так получилось что именно вот в этот период как только произошло полномасштабно появились на самом деле истории такие были на них меньше обращали внимание потому что их было просто физически меньше и соцслужбам нужен был повод скажем так для того чтобы в том или ином случае начинать какое-либо расследование то есть это касалось до войны я бы сказала действительно вот таких семей с проблемами в большей степени я не отрицаю что у кого-то могли быть перегибы да почему сейчас потому что когда человек приезжает украинец в любую страну становится там на учет как украинский беженец он попадает в поле зрения и поле работы социальных служб миграционных и так далее они начинают за него нести ответственность а значит и проявлять к нему внимание незаконная мобилизация цебель який багато хто з вас відчував на власній шкірі це беззаконня яка порушую ваші права та свободи але тепер ви можете змінити цю ситуацию додаток надія це ваш шлях до справедливості то есть по сути соцслужба когда начинает устраивать ребенка в школу в сад на кружки покрывать его там затраты она начинает вникать в его жизнь ну то есть получает право прямого доступа понимаете к этому ребенку начинают с этими детьми работать психологи потому что дети уехали от войны и если они не адаптируются в коллективе например школа им сообщила о том что дети не вливаются детям нужна проблема какая-то помощь понимать что сейчас просто таких людей больше и к ним легче доступ потому что когда ты получаешь социальную либо другую помощь ты как бы открываешь свой дом себя навстречу этим службам хорошо но у меня к вам вопрос почему я просто знаю это что к примеру беженцам которые с арабских стран мусульмане либо индусы и другие беженцы не славянской внешности к ним практически вопросов нет вот сколько разговаривал даже с скажем так чеченской одной семьей которые живут во франции у них там принято у них не принято бить ребенка но принято очень жестко скажем так воспитывать ребенка то что не принято во франции но он говорит к нам службы сюда не приходят и даже боятся сюда прийти почему они боятся к одним приходить а украинцам либо к россиян знаете я здесь наверное не помощник потому что я такого не встречала не могу откомментировать почему мне кажется одна из частей этих людей которые получали защиту уже просто пережили такое внимание к себе как вариант второе действительно какой-то жизнь общинностью может быть влияет плюс я очень хочу обратить внимание например здесь указали про германию я хочу про германию сказать да германии все очень сильно зависит от земли и от того в каком месте проживают и не всегда в маленьких городах легче то есть я встречала и ужасные случаи в маленьких городах как раз таки где абсолютно срабатывает какой-то личностный фактор да то есть недавно ко мне обратилась девушка у которой вообще был жутчайшее начало этого всего процесса потому что она попала в такое дтп знаете дтп это когда ты наезжаешь на столб грубо говоря вот ей попался русскоязычный полицейский который начал как бы говорить о своей ненависти по отношению к украинцам зафиксировал в протоколе почему то что она и сказала что она была пьяна и она была пьяна ее повезли на освидетельствование там всего этого не выявили но машина закручена и с момента его показаний поскольку она не дала отпор вовремя ей адвокат на месте не подсказал что нужно по дискриминации написать заявление о том что в отношении нее нарушение прав граждан было нарушение равноправия завертелась эта машинка а город маленький все друг друга знают то есть к ней начали ходить соцслужбы проверять и все остальное понимать хотя казалось бы в начале стоят свидетельства одного человека проверить которые невозможно потому что он говорит по-русски его напарник не говорит по-русски и он всегда своему напарнику может объяснить что я говорил на общие темы я уточнял то есть по факту получается вот эта семья это девушка вот ай попала да так из-за всего того что не было вовремя а у нее ни адвоката ни юридических услуг не даже понятия такого что это вот может быть очень серьезно нет нет смотрите на на настоящий момент она выехала в украину и это самое действенное что можно сейчас предложить отдельно хочу обратиться к тем кто смотрит эфир доверяйте своей интуиции кто бы вы ни были мама папа дядя тетя этого ребенка если к вашей семье происходит очень излишнее пристальное внимание начинаются проверки начинаются письма из угендам то если мы говорим про германию не тратьте свое время не тратьте деньги нет смысла если вы не хотите оставаться в этой стране ну что если хотите это другой алгоритм действия вы можете отдельно обсудить адвокатом да по каждому случаю с вашим желательно искать кого-то все-таки кто вам близок по ментальности назовем так вот во всех остальных случаях берите ребенка и выезжайте никто вам запретить выезд не может оповестите закроете это все потом это все мелочи жизни но когда вы выйдете в украину вам ничего не будет угрожать если вы остаетесь не на всех этапах вы сможете свободно дальше выехать поэтому я бы советовала сэкономить свое время свои нервы и естественно сохранить ребенка в германии особое внимание к детям да так и есть почему разная культура у них больше они разрешают с детям в обычной жизни в школах они почти не реагируют на буллинг на какие-то вещи с которыми нормально работают в украинских школах но тем не менее реагируют на какую-то ерунду вроде там повышенного голоса ну вот такие вещи это правда и пишут адвокаты не помогают хочу отдельно сказать что в большинстве стран есть есть такая штука как адвоката как юридическая страховка если вы планируете там оставаться обязательно сделать потому что это вам сэкономит деньги у них какой подход все построено на бюрократии все построено на письмах да но когда вы получаете что-то с чем вы хотите дальше спорить в большинстве вот большинстве таких случаев заложен изначально даже срок на обжалование адвоката и вам поможет если вы сразу оформите страховку этого очень сильно сэкономить деньги в дальнейшем вот пишут на самом деле могут прийти без решения смотрите такие случаи бывают но это нужно очень сильно не замечать все предпосылки потому что решение суда не выносится день в день и там всегда есть какие-то основания скорее всего вы на что-то не реагировали были какие-то вызовы вам куда-то звонили вас куда-то приглашали соседи жаловались но то есть скорее всего что-то было а если уже произошел нехороший случай ребенка забрали как у меня много очень уже есть таких случаев и были эфиры даже такие как в данном случае действовать вот маме какой алгоритм шансы ребенка всегда есть смотрите шансы есть даже в украине когда вас лишают родительских прав поэтому расписываться сразу в негативном сценарии не нужно да что здесь нужно здесь нужно искать я бы искала на месте и адвокатскую помощь и правозащитную то есть есть общественные организации которые занимаются помощью в либо профиль на по детям либо в целом допустим украинцам они смотрят шире чем адвокаты как правило потому что они применяют и какие-то инструменты которые могут вам помочь но не чисто юридические к сожалению что вот есть негативного в адвокатах странах и с я могу сказать потому что мы работаем там я с этим сталкиваюсь как с партнерами они вот мыслят очень узко да то есть они к вам вы к ним приходите с проблемой а они вас не спросят про анамнез они ничего не расспросят они просто скажут как ее решить можно ли ее решить и не и скажут нет все вам нужно искать того кто будет заинтересован на с вами работать здесь задают вопрос что адвокат может быть системным абсолютно верно доверяйте своей интуиции ну я же не могу заранее сказать что есть какой-то список проверенных адвокатов это вы и в украине точно так же вы идете просите о помощи вы можете сходить к нескольким специалистам и остаться недовольным это нормально а хорошо как бы то если у мамы нет денег ну беженцы выезжали иногда просто без ничего и только на пособие живут а помощь все верно здесь я советую тогда не пользоваться бесплатными адвокатами которых вам предоставляет система чтобы снизить просто ну скажем риски а обратиться сразу за помощью в организации вроде каритоса красного креста и так далее с тем что вам нужна помощь они вам посоветуют как минимум того кто привык работать с людьми в потребности хорошо какие случаи такие самые самые вопиющие вы уже знаете вы сталкивались чтобы уберечь ребенка мы уже проговорили да там не не игнорировать не наказывать не ругать но какие еще есть случаи может быть какие-то такие знаете которые не везде афишируются и люди не знают что оказывается если я буду идти с ребенком к примеру с левой стороны это будет плохо либо я ребенку не расскажу про трансгендера либо может быть я скажу что лгбт это плохо но просто такие повестки тоже сейчас европе подталкивают нужно понимать не чтоб люди понимали если к примеру в школе говорят про какие-то такие не неординарные вещи как и в украине не говорят чтоб мамы как-то может реагировали правильно потому что я прекрасно понимаю даже как папа вот придет мыслин скажет папа нам там при этом сказали что-то мальчик с мальчиком может быть я бы не играла таких выводов я тему лгбт поднимать и обсуждать не буду потому что это свободный выбор людей да это мы не будем сейчас если вам что-либо не подходит по вашему воспитанию внутри семьи и так далее чтобы я советовала в первых узнавать правила то есть когда вы ребенка отдаете в школу узнаете правила школы эти правила как про извините за тавтологию как правило где-то написаны либо же вам может и как пояснить адвокат завуч у адвокацию уже директор завуч и так далее кто-либо кто полномочен общаться с родителями правило важно донести ребенку также нужно понимать что у них совсем другая культура и если вы не знаете язык очень многие вещи из того что вы говорите будут восприниматься как наезд и негатив потому что мы привыкли по-другому решать вопросы мы привыкли идти сразу к директору сразу говорить о том что нам не нравится там это делается по-другому поэтому если есть время и возможность уточните у тех кто там уже живет давно какой более скажем эффективный путь не обязательно по нему молча идти просто уточните чтоб себе понимать потому что не все как вы привыкли может увенчаться успехом всегда разговаривайте более спокойным голосом старайтесь пользоваться переводчиком если вы понимаете что у вас впереди какой-то негативный момент то есть у вас будет встреча выяснение и так далее возьмите переводчика потому что они воспринимают вот даже наше адекватное поведение наших мам да в основном в основном мамы выехали поэтому так как то что они пришли ругаться ну воспринимают по-другому совершенно понимаете кстати хотя и не готовы к тому чтобы играть по своим же правилам они привыкли что права можно защищать например в полиции но если украинский беженец пойдет в полицию с этим я столкнулась лично я подавала заявление все были просто в шоке включая полицию что к ним вообще дошли да и тут же начались разговоры серии у нас так не принято нужно же было поговорить и так далее на самом деле нет эффективно сразу работать по всем фронтам и нужно отвечать на любую бумажку то есть если вам присылают даже из какой-нибудь там продленки бумажку да вот садика вам кажется что это несущественно и там очень такие polite фразы да если ваш ребенок демонстрирует возможно какое-то ухудшившееся поведение за этим как правило стоят будущие проблемы на это все нужно реагировать а скажите пожалуйста есть такое понятие как договор с этой службой который нужно подписать и они имеют право если не ошибаюсь три раза прийти без предупреждения остальное с предупреждениями что это за договор с кем надо подписывать вообще нужно ли я скажу так если вы планируете там оставаться у вас другого варианта нет потому что без этого договора не проведется проверка а значит нельзя закрыть дело на стадии до суда если же вы планируете выезжать я бы советовала взять время на обдумать на прочитать договор и просто выезжать нет смысла к себе подсказывать а хорошо хорошо есть просто даже не к сожалению я не слышу пропал звук пропал звук пропал звук да да сейчас сейчас слышите меня есть такой случай подписан был договор с девушкой одной да и вот она просто покинула европу потому что она понимала что ребенка все равно заберут я поняла еще раз девушка послесала договор и все равно покинула европу да покинула европу потому что уже предупредили ее что смотрите с юридической точки зрения никаких проблем в этом нет уезжайте это ваши вы защищаете ребенка ну тут проблемы могут быть только тогда когда вы захотите например вернуться или получать визу и у вас стоит открытое производство либо к вам могут быть вопросы да вот и все то есть я про это про это и спросила если вы не планируете возвращаться спокойно выезжать нет это понятно я имею ввиду о том что семья подписала договор она хотела оставаться все было нормально но их предупредили что что-то там все таки все равно не очень хорошо хотя прицепиться было не к чему но вот их предупредили там какие-то хорошие знакомые службы о том что вот едут уже в принципе с тем чтобы ребенка могут забрать и вот им пришлось уехать да конечно у меня вот мой последний случай о котором я только что рассказывала да вот он как раз так и выглядел девушка подписала договор пустила к себе проверки проверки ходили очень долго после чего сказали что мы готовим дело в суд на какой суд без меня предупреждали что суда не будет честно говоря я не знаю мне кажется что изначально там сработал личный фактор по как я говорила национальной нетерпимости да а дальше уже завертелась машина потому что маленький городок все друг друга знают и бюрократическую машину сложно остановить скажем так и в украине это сложно остановить но в украине это списывается на то что у нас не факт что бумажку ну скажем доведут до конца да там без этой процедуры начал скорее всего она будет и закончена да вот без ограничений да отвечу без проблем смотрите вы можете если вы гражданин украины вы въехать в украину можете в том числе без загранпаспорта вопрос в том что вы вернуться не сможете если вы хотите вернуться вам нужно либо в украина либо можете оформить например в польше потому что в германии вы будете оформлять чистое посольство очень долго на сегодняшний момент паспортные сервисы которые работают так же как в украине работают и на территории польши на территории чехии допустим по германии пока нет вопрос очень часто мне уже пишут мужчины которые остались в украине и женщины туда уехали ну так бывает нашли себе мужчину нашли себе там какую-то семью в общем пока он здесь воюет женщина там себе уже организовывать новую семью так вот как вот быть в этом случае особенно когда дети там остаются какие есть вообще вот методы чтобы как-то мужчинам защищаться даже в том же европейском суде чтобы добиться каких-то прав на ребенка потому что такие случаи уже есть я знаю и ко мне военные обращаются говорит я напередке не буду говорить про жену прожили долго то что ее выбор ее выбор дети меня волнует дети она уехала туда и она уже живет с другим мужчиной вот что вы здесь посоветуете потому что вы все-таки адвокат по миграции они в не в украине что все-таки ездят и в европу какие методы есть решение этих вопросов как могут мужчины защитить себя додаток надея это ваш шлях до справедливости у ньому вы знайдете четкие инструкции чтобы защитить свои права а також матимете можливість безкоштовно звернутися до наших юристов які діють виключно в інтересах громадян смотрите я практикую в миграции я сейчас сама в украине мы работаем как в украине так и за границей у нас есть очень разные юристы это так для всех кто захочет если что обращаться да что касается того как выезжали та ситуация которая сложилась она была ну ответом на вызовы да ответом на то что в украине началась война и разрешили выезжать без каких-либо дополнительных документов чтобы и людям сделать проще и детей было проще вывезти и так далее то есть вывозили и папы и мамы обращаю внимание что это касается любого из родителей да то есть есть разные очень случаи конечно этими случаями воспользовались прежде всего те у кого была проблема какая-то семейная то есть кто не мог до этого решить вопрос между собой где будет жить ребенок да скажем так вот они воспользовались в первую очередь что потом делать есть такая штука как консульский учет она не обязательно это право это не обязанность то есть ребенок и взрослый который выезжает может стать на консульский учет тогда о его месте нахождения будет известно и можно ну запускать какие-то судебные процедуры и так далее в остальных случаях просто цивилизованное поддержание ну скажем отношений да во вторых еще один момент то что мама или папа строит новую семью за границей не никак не ухудшает положение ребенка потому что папа например выехать не может сейчас и отцовство его никто не лишает то есть если мама запросит например развод она может это оформить удаленно по ребенку вопросы решаются отдельно то есть сам по себе факт того что мама строит новую семью или папа строит новую семью ну не означает сразу что какие-то здесь будут нарушения по любым другим моментам где крадут детей не дают информации и так далее нужно обращаться отдельно к адвокату и решать что в этой ситуации будет более действенным вплоть до того что в большинстве стран разрешена детективная деятельность и можно установить местонахождение физически ребенка хорошо еще один вопрос такой тоже очень много мне задавали его я у вас просил если семья выехала в европу ну и у них скажем так обучение идет домашнее они не хотят школ этом садике вот какие есть риски какие страхи вот опять же по поводу того что могут там прийти сказать ну извините вы не так воспитывайте ребенка вот они не хотят школ вот у нас свое воспитание у нас своя база мы все делаем правильно мы знаем как что вы посмотрите прежде всего важно определиться как вы выезжаете если вы хотите пользоваться помощью государства в которое вы едете вы разделяете тогда те требования которые там есть то есть хотите получать квартиру социальные выплаты возможно покрытие обучения и так далее вы следуете правилам здесь все очень прозрачно есть страны в которых не обязательно ходить в школы есть страны в которых обязательно например германии для германии это критично как правило это критично для тех стран которые хотят оставлять потом семью по ребенку то есть внедряют облегченный способ получения гражданства по ребенку и хотят чтобы люди уже сразу интегрировались то есть они язык учили и так далее то есть они в семью входят скажем так с ребенка да вот с этой стороны в этом случае вы учиться онлайн не сможете если для вас критично жить в этой стране например в германии но вы хотите учиться онлайн просто не берите социальную помощь можно оформить статус защиты это параграф 24 и не брать социальные выплаты это тоже возможно в этом случае вы никому не отчитываетесь куда вы поехали зачем вы выехали сколько денег у вас на счету а также где учатся ваши дети то есть если подытожить именно этот вопрос если я хочу быть по факту свободным независимым мне не нужно становиться на помощь государству получать и тогда у меня больше привилегий чем у того кто стал на помощь у вас даже не больше привилегий у вас просто больше возможности для того чтобы ввести этот образ жизни которому вы привыкли хорошо а если я стал в начале немножко пополучал а потом решил о не я уже не смогу быть независимым буду сам автономным будут ли ко мне потом вопросы социальных служб с момента как вы уходите с выплат если ну то есть переиграть назад вы ничего не можете да то есть там вы просите себе там что-то вернуть например ну и по отношению к вашим будущим каким-то моментам обязательством по отношению к стране она тоже к вам не выдвигает ничего понял услышал следующий вопрос тоже очень интересный которыми задавали как людям беженцам особенно которые стали на выплаты на социальные и не хотят возвращаться в украину получить вот гражданство по факту уже в будущем либо для детей что они должны для этого сделать какие документы подготовить с адвокатами связаться сколько ну вот расскажите этот как как правильно это сделать ну многие не хотят возвращаться я их прекрасно понимаю потому что ну там часть мариуполя уехала часть херсонской области где все разрушено у них там ну безусловно это выбор каждого это выбор каждого человека первое что нужно делать это сто процентов учить язык сдавать самостоятельно тогда уровни знания если мы допустим берем германию для примера то это 1 а 2 b 1 и так дальше да то есть для чего это нужно для того чтобы потом устроились на работу пока что программа защиты беженцев работает никто не знает когда закончится война и соответственно никто не знает пока каким образом будут происходить замена до одного вида нажительства на другой то что программы останутся для тех кто захочет остаться это я думаю что да вопрос только в том какие документы нужно будет до сдать стоит ориентироваться на тот перечень который уже работает в стране то есть если в стране есть варианты там обучение бизнеса работы родственных связей корней и так далее ориентируйтесь на него то есть вот на те основания которые есть по детям также сейчас в большинстве стран есть возможность оформлять для детей гражданство если они определенное количество лет отучились в местных там учебных заведениях это все нужно смотреть по каждой стране ну давайте германия насколько я помню если сейчас не смотреть то около шести лет те кто сейчас приехал и учиться с первого класса и так далее туда это возможно плюс это не только школа это и школа и вуз я понял а для взрослого ребенок получит гражданство смотрите взрослые могут получать по воссоединению семьи то есть по ребенку тоже можно рассмотреть плюс посмотрите в сторону получения по работе на простую какую-то работу можно устроиться с уровнем знания языка а один а два эта работа такая ну не предусматривающая большого взаимодействия с людьми я один на два это по сути разговорный то есть вы не особо грамматику не знаете да просто можете отняться плюс есть такая штука хочу сказать она доступна по моему людям до 30 лет нужно проверять в германии есть такая вещь как волонтерский год это когда вас приглашает какая-либо социальная организация общественная волонтерская вам оплачивается ну минимальная скажем так оплата это не зарплата это скорее пособие да пособие вам дается место для проживания и вы год работаете на нужды этой организации то есть вы можете допустим ухаживать за людьми пожилого возраста это не нужно путать не работа это как раз именно волонтерская деятельность либо какая-то работа связанная с детьми но здесь могут быть ограничения связанные понятно со здоровьем и всем остальным это могут быть вещи направленные на экологию на что-то другое общественно значимое если я если я фрилансер криптовалютчик кто угодно который в принципе не декларирует деньги но приезжая в европу понятно у меня там на крипто кошельки деньги я могу через определенные связи обналичить в определенных людей в той же европе свои там евро доллары а как в данном случае быть вот я приехал у меня на счету там ну пускай будет сто тысяч долларов на крипто кошельке я спокойно их автомат наличию очередной процент и покупаю себе автомобиль через сколько ко мне могут приехать проверяющие службы к примеру я не работаю нигде но на секунду я не становился на беженца я не просил помощи просто нахожусь на территории европы какие декларации нужно заполнять что нужно писать смотрите если вы просто находитесь на территории например той же германии вы не являетесь автоматически ее резидентом вы не просили никакой социальной помощи вы не обязаны платить налоги там вы эти налоги могли оплатить в другой стране вопрос к тому за что вы живете возникает тогда когда вы там живете большую часть года либо у вас центр жизненных интересов там и так далее либо вы самостоятельно решили там платить налоги то есть если вы хотите например самостоятельно перенести место уплаты своих налогов в германию нужно смотреть что для вас подойдет там есть аналог нашего фопа есть как бы то есть частное маленькое такое предприятие да вы можете тоже нанимать людей вы можете устроиться кому-то вы можете зарегистрировать компанию инвестирование само по себе покупка недвижки и так далее на территории с вам не принесет вида на жительство и гражданство это понятно но не придут ли ко мне с претензией скажет молодой человек откуда у вас там за 50 тысяч евро для проверки для проверки того откуда у вас доходы и почему вы не оплатили налоги должен быть повод одним из таких поводов является оформление параграфа 24 если вы его не оформляется то и внимания к вам нет если вы его оформили но оплачиваете налоги в украине то такое внимание может быть вы в этом случае показываете что вы оплачиваете налоги в украине а что же это за новый такой законопроект либо закон европе о том что надо платить налоги как европе так и в украине дискуссия на самом деле пока что не приняты соответствующие акты и более того ситуация не будет общая по всему ес она будет по каждому из каждой из стран а вот здесь видите написали сразу комментарии по до трех месяцев я не оформляю ничего потому что не совсем так смотрите во первых во первых три месяца можете жить в германии по безвизовому режиму как минимум во вторых в дальнейшем можете проживать в германии оформив визу соответствующую вы можете проживать со своим супругом супругой можете находиться в командировке если вас отрядили по той или иной причине то есть всегда ну какие-то возможности для пребывания они есть оформляться нужно безусловно то есть если важнее не то что три месяца важнее то что у вас должна быть легальная причина для нахождения там то здесь не налоги первичные а ваше там нахождение скажите еще есть такие понятия как политическое убежище ну к примеру даже вот взять меня я оппозиционный журналист жуткий причем власть меня просто ненавидит но есть определенные моменты почему я пока не могу выехать это такие внутренние там и суды там и третья десятая но если такого понятия как я люди выезжают вот они могут получить вот в данном случае потому что европа то сейчас для нас это и как и партнеры да и тут какой-то приезжает оппозиционный журналист и говорит меня в украине ущемляют репрессии ну как это так но мы же вам помогаем и же ваши я же не могу вам сейчас дать политическое убежище потому что мне просто признать что вас репрессирует в украине наши партнеры вот вы поняли да на что я говорю у нас сейчас война идет с россией по факту и тут я там образно выезжая из украины в европу прошу политическое убежище потому что меня и пытаются репрессировать в данном случае как быть вот таким вот людям их не ливен вернут ли обратно по запросу украины либо еще там что-то у нас есть очень много перебьющик очень много сейчас внутренних статей пытаются впаять украинцам это госизмена это внутренняя статья это не международная это коллаборизм это новая статья тоже внутренняя 109 110 111 по всем этим внутренним статьям сейчас в смысле не работаешь на власть либо чуть говоришь какую-то там правду которые не хотят слышать вас тебе сразу появится эту статью у нас это статья безумно высокая то есть 15 лет практически дают за это как убийство в европе эти статьи не признаются но в международном обществе эти три статьи не признаются как быть в данном случае я поняла вопрос давайте для начала определимся что такое статус беженца беженец это человек у которого есть обоснованное сомнение в том что в случае нахождения на территории своей гражданской принадлежности то есть открываем паспорт гражданства в отношении него могут применяться пытки жестокое обращение ограничение свободы любое другое давление это международная норма которая работает по всем странам которые признают и признают такую вещь как статус беженца и принимают и готовы принимать беженца дальше есть такое понятие как третья безопасная страна то есть когда вы например если вы считаете что вам угрожает что-либо в украине мы причины сейчас не трогаем да они личные вы считаете что вам угрожает и вы выезжаете вам нужно показать почему вы обратились конкретно в этой стране Почему вы, например, не обратились, выезжая по пути в Молдове? Например, потому что вы не считаете ее для себя безопасной страной. Поясню, почему я об этом говорю. Потому что, допустим, очень многие хотят выбрать себе страну безопасную и в нее приехать. Так не работает. Нельзя проехать весь мир, потом выбрать себе нравящуюся страну и в ней просить. Понимаете? Просят там, где на вашем пути безопасное место организовано. Вот оно есть. Дальше. Ваша история, вам в идеале показать все подтверждения вашей истории, что у вас были какие-то преследования, показать информацию публичную, доступную. То есть, например, то, что у нас вносились изменения в законодательство и так далее. Плюс вам можно показать такую вещь, как мнение о стране, информация о стране. Ее делают международные правозащитные организации, допустим, Human Rights Watch, или делают такие подборки у ВКБ ООН во всех странах. Это называется информация по стране. То есть, это такой срез, который делается ежегодно, как там нарушают права и свободы. Это вы тоже можете воспользоваться. Плюс есть судебная практика. Нужно посмотреть, допустим, вот свидетели Яговы. Они, судя по судебной практике, очень сильно притесняются в Украине. И на основании этого получают сейчас убежище в США. Если вы едете, вам есть смысл это тоже сделать. Это вы тоже можете сделать онлайн, то есть, ну, не применяя ничего, да. То есть, ваша задача, вашу историю максимально правдиво, адекватно и всесторонне представить, и тогда просить защиты. Есть еще такая отдельная штука, как убежище политическое. Это когда, скажем, вас не судят по каким-то статьям, но вам, возможно, угрожает опасность за вашу оппозиционную политическую деятельность. Это тоже, по сути, эти механизмы защиты, они адекватные, они немного, извините, они одинаковые, они немного отличаются по подаче. Ну, вот у меня, если брать мой конкретный случай, это 161, она обозначает у нетерпимости. И, вы знаете, да, мне сначала вменяли одну, там же две педозры было. Педозра досудебная одна, а теперь уже обвинительная абсолютно другая, кардинально другая. Но они меня сохранили с обе для дальнейшей подачи Европейского Слова по правам человека. Так вот, в первой педозре было одно, во второй педозре абсолютно другое. Но ничего не поменяли, то есть, меня в арест бросили, я 60 дней, 56 дней сидел на домашнем аресте, незаконном домашнем аресте, потому что меня ограничили во всем. Даже когда ракетные атаки были, я не мог выйти, там, в соседнем районе бахкали ракеты, а я не мог выйти, спрятаться даже в убежище, потому что суд запретил выходить. Ну, это вот такие вот моменты. Но мне, как рассказали, 161, она такая очень-очень острая в Европе. То есть, они ее воспринимают тоже не очень хорошо. Смотрите, 161, это всегда нарушение равноправия граждан, это дискриминация. И у нас ее добавляют, как правило, я вам скажу так, в последние годы активно ведется работа с полицией, чтобы по этой статье открывали производство, потому что очень давно у нас не обращали никакого внимания на то, что происходит нападение на расовые, национальные и так далее почвы. Ее, эту статью добавляют, как правило, в букет из других статей. Ну, то есть, вот как она работает в чистом виде. И, конечно, к вам будут вопросы, потому что по этим статьям в других странах, да, они ожидают, что увидеть, что вы совершили что-либо, направленное на межнациональную рознь, на уничижение кого-то по расовому признаку и так далее. И вам нужно будет показать, что и на нашей власти истрактовали не так, понимаете? Поэтому, конечно. То есть, по факту, вот тот обвинительный приговор я должен буду, по факту, перевести на международный язык и указать, да, о том, что смотрите, 161-й призывает вот это, а в обвинительном приговоре написали вот это. И по моему личному убеждению, я считаю, что это политический, скажем так, заказчик. Я бы даже вам посоветовала немножко по-другому сделать. Понятно, что приговор, да, но я его не видела, поэтому я пока просто, да, основываюсь на ваших словах. Я бы еще заказала Лига Лапини, он в какой-то компании международной, которая имеет представительство и там, где вы будете подаваться, ну, большие организации, да, там, например, Байкера Маккенди и так далее, с именем, то есть, чтобы могли проверить, по сути, офис, который есть и в Украине, и в той стране, где вы подаетесь, где заказала бы отдельно вывод по тому, как действует эта статья, что в себя включает, какие там статистика по приговорам. То есть, по сути, такую вот сжатую юридическую информацию для миграционных служб той страны, куда вы планируете подаваться, да. Еще один вопрос тоже, он очень был острый, это все-таки ЕСПЧ по поводу вот этих выплат, вот этот Мариуполь, когда у людей поуничтожали все, Херсонская область, когда вот, или ущемление прав сейчас в Украине, как он сейчас работает в данном случае, помогает ли он украинцам и что для этого нужно сделать? Ну, потому что люди ко мне даже обращаются и говорят, Антон, а как нам подать международный суд, вот этот МУС, международный уголовный суд, для того, чтобы нам компенсировали, потому что, ну, вы сами понимаете прекрасно, вот эти все нюансы с войной, военного конфликта, оно очень сильно все-таки имеет отношение к тому, что МУС, может быть, не принять документы по поводу разрушенного жилья. Вы сейчас говорите про Европейский суд по правам человека, не про уголовный суд. Да. Правильно. Смотрите, это международные институции, которые призваны не для того, чтобы быть, они служат не следующей инстанцией для украинских судов, очень часто их воспринимают как суд, который там, знаете, над нашим. Это не совсем так. Они обращают внимание на, по-русски сейчас, на соблюдение права. То есть, грубо говоря, была ли соблюдена конвенция, которые присоединились, понимаете? То есть это не сам по себе вопрос выплат, что вам отказали все наши украинские суды, а потом вы туда пошли. Поэтому, прежде всего, здесь нужно смотреть, есть ли вообще повод для обращения, распространяется ли юрисдикция суда. На эту тему есть много правозащитных организаций, которые ведут такую работу, и я советую обращаться к ним. Например, по вопросам компенсации и так далее, насколько я помню, этим занимается украинская Хельсинская спилка, и они это делают бесплатно. То есть я здесь посоветую, по аналогии, как они занимались пенсионными спорами, обращаться туда. Если они вас возьмут в работу и увидят в вашем деле потенциал, они вас проконсультируют, что делать дальше. Опять же, если они не увидят, что нет, здесь никакой перспективы нет, они вам об этом скажут сразу. И вы не будете именно тратить время. А, еще один момент. Учтите, что при обращении в такие суды нет никакой госпошлины. Очень часто есть реклама не самых добросовестных адвокатов, которые взимают еще госпошлину как бы за обращение, да? Ее не существует. То есть это бесплатно. Любое обращение бесплатно. И даже когда идет какие-то судебные... Вы ничего не платите. Смотрите, если вы хотите присутствовать, это не вы решаете, а суд решает, можете ли вы присутствовать. Если вы хотите обратиться и вам нужен переводчик, вы самостоятельно это оплачиваете, но суд с вас ничего не просит, понимаете? В принципе, когда вы обращаетесь, например, в тот же ЕСПЧ, вы можете оплатить адвокату за то, что он подготовит документы, вы можете оплатить переводчику, там что угодно, но в сам суд, вот как у нас есть госпошлина, да, вот за обращение в суд определенный там процент взимается. Здесь такого нет. Это есть в настоящей истории, когда люди просили и достаточно много денег. Ну вот люди мне уже пишут здесь лично, спроси, пожалуйста, по поводу, какая все-таки, вот вы как адвокат, который работает в Европе, чтобы посоветовать, какую страну лучше вот с детьми ехать, чтобы не было реально проблем? Ну вот вообще, чтобы не было проблем. Да, но смотрите, здесь очень зависит от того, что вы планируете в дальнейшем делать, будете работать, не будете работать, для каждого нужно подбирать самостоятельно, да. Опять же, есть родственники, нет родственников. Полегче с детьми, наверное, вот что касается там образования и так далее, это та же Венгрия, это Испания, потому что в этих странах, в Испании выплат вообще нет, а в Венгрии они небольшие, да. То есть там, где государство выделяет меньше, оно и требует меньше, со своей стороны. В Польше будет полегче, но опять же, в Польше уже перенаселено все, барьера языкового не будет, но вы не сможете легко найти место своему ребенку. Плюс там, где он пойдет, будет большое количество уже украинцев. Ну то есть это тоже иногда порождает конфликты. То есть так посоветовать универсально, наверное, я не могу всем. Не, ну это такие самые такие актуальные, прям вообще горячие вопросы были, которые я уже вот вспомнил. Чтобы закончить наш эфир, я обязательно вас отмечу, будут люди обращаться, если надо будет, я думаю, вы проконсультируете. Что вообще вот в целом посоветую сейчас нашим украинцам, которые только приехали, потому что многие, кто уже живет год, уже поняли, а кто вот только сейчас собирается ехать, что вообще посоветуйте, как юрист, как человек, как тот, который уже столкнулся со многими проблемами. Прежде всего посоветую выезжать с действующими документами. Если у вас есть возможность, если вы планируете выезд, а не едете, скажем, ну от разрушенного дома, да, и так далее, то сделайте себе загранпаспорт, оформите детям загранпаспорта сразу, потому что там вы будете стоять в огромных-огромных очередях, ловить термины и так далее. Берите с собой сразу документы по вашему образованию. Вот тут, кстати, отмечают Чехию, Португалию, извините, и Болгарию. Да, это все странно, где комфортно. Кстати, Португалия довольно быстро оформляет и те, кто не украинцы, но жил в Украине на момент начала войны, они тоже претендуют на защиту. Поэтому Португалию отдельно, да, стоит заметить. Да, так вот, продолжаю. Возьмите документы по образованию, вам это поможет в дальнейшем при трудоустройстве. В идеале сделать медицинский чекап и все медицинские свои вопросы решить до выезда, потому что там это будет, а, дороже, б, ну, подход не совпадает с нашими, поэтому те же брекеты, например, там делать довольно сложно. Если у вас есть какие-то связи в какой-либо из стран, то есть там есть родственники, друзья, где-то, где вам есть смысл пожить, тогда в идеале ехать туда, потому что такая любая поддержка на начальных этапах, она бесценна. Если едете жить в лагерь, то, ну, конечно, готовьтесь к условиям лагеря, да, сразу. Вот, здесь, кстати, отмечают про то, что дорого стоит автошкола в Германии, абсолютно верно, поэтому, если планировали получать права, в Украине дешевле. А они разве международные сейчас у нас, да? Вот, отмечают Канаду, но я бы Канаду выделила отдельно, потому что Канада не совсем страна, в которую едут беженцы, потому что в Канаду едут те, кто сразу планировал давно переезжать, и кому нужна была, по сути, упрощенная процедура по переезду и по работе. Поэтому это немного отдельный эфир, наверное, для тех, кто для себя рассматривает Канаду. Канада – это не вариант сидеть на социальном пособии, да, скажем так. Так, если вы можете работать онлайн, то предварительно продумайте, как вы там это будете делать, да, и так далее. Вот, что еще тут пишут, что во Франции ставят брекеты бесплатно. Не всех это устраивает. Смотрите, я говорю о лечении. Я говорю про ортодонтическое лечение. Оно очень многим из наших не подходит вообще. Азию мы не рассматриваем, вот ее тоже здесь отмечают, потому что, прежде всего, в большинство стран едут именно в ЕС. Очень малое количество выбирает для себя страны Азии. Почему-то. Мне там лично очень нравится жить, но туда едут те, кто хочет жить. Ну, именно жить там, да. Вот. Да, ну, супер. Ну, если появились выплаты, отлично. Еще недавно их не было, видите. Туда ехали в основном те, кто хотел работать и кому нужен был просто статус. Ну, кто хотел, по сути, кататься по Европе, да, и кто самостоятельно мог покрывать свой расход. Раз появились выплаты, значит, постепенно будут закручиваться гайки. Так, да. 100%. Да. А вопрос, вопрос еще. Вот по поводу, я не хочу называть это, потому что будет YouTube запись, по поводу модной процедуры. Я думаю, вы поняли, что такое модная процедура, да? Ну, так, что последние два года на карантине, третье, десятое, модная процедура в плечо. Я просто не хочу говорить слово, потому что YouTube может заблокировать. Ну, то, что происходит в правде, сертификаты, третье, десятое. Окей. Оно называется просто модная процедура. Почему? Потому что YouTube ее сразу, как только слово называешь, он ее моментально блокирует и сразу может слететь эфир. Поэтому я боюсь говорить это слово. Но я думаю, вы поняли. Так вот, что касается модной процедуры сейчас в Европе, какие-то, я знаю, что на заводах требуют сертификаты. И их люди пытаются купить в той же Европе. Смотрите, советовать я не могу, конечно, но отношения в разных странах там разные. Если вы сделали вакцину еще в Украине, она действует. Или сделали в момент, когда вы выехали в Украину и вернулись, то требовать ее делать на месте вас не могут обязательно. Нет, а я имею в виду сейчас, вот мне говорили, Антон, блин, пытаюсь устроить... Все верно, вы меня не услышали. Если человек сделал вакцину в Украине, когда он выехал, например, перед трудоустройством, в Украине успел ее сделать сейчас и вернуться, то требовать ее делать там у него не могут. У него уже есть украинский сертификат. Это понятно. Просто многие наши почему-то украинцы, когда делают какие-то эфиры, говорят, «Антон, да у нас все, уже все закончено, никаких нет, скажем так, ущемлений, никто об этом не говорит, все, маски сняты, международный там какой-то американский суд рассказал о том, что все это фейки, третья, десятая, и тут я параллельно получаю смс о том, что я не могу устроиться на работу, потому что у меня нет... Ну, нужно проверять, потому что очень по-разному. Я знаю, что ограничения в большинстве стран сейчас уже сняты, и я с таким не сталкивалась, чтобы были ограничения. Вот пишут, что в школу не разрешают заходить и так далее. Я с таким не сталкивалась. Не могу сказать. Вот. Хорошо. Что вы посоветуете тем людям, которые требуют, да, вот в школу, там, все эти нюансы? Что им нужно сделать? Ну, смотрите, они живут в другой стране. Нужно изучить законодательство другой страны. Если есть возможность отказаться, и они могут по ним пойти, они не хотят делать, они могут отказываться, нужно изучить основания. У нас тоже в Украине есть основания, да. Если не хотят отказываться, могут сделать в Украине, никто их не будет проверять, как они это делают, это их личный вопрос, да, и где они их делают. Вот. Либо делать вакцину, конечно. Ну, это требование, поймите, это правило, да. То же самое, что в Украине есть правило, там для въезда, нужно оформлять ряд документов. Вы же не будете говорить, у меня противоречие, я не делаю визы, понимаете? А вот эти автомобили, когда украинцы повыезжали с автомобилями, я слышу, что швейцарии сейчас заставляют продавать украинские автомобили. Это правда? Еще раз, тогда заставляют что делать? Вот в Швейцарии сейчас уже пошла информация о том, что всех украинцев заставляют продавать автомобили, либо переоформлять на швейцарские номера, ну, европейские номера растамаживать автомобили. Смотрите, я не слышала про то, что уже начинается это все, я слышала наоборот про продление таких сроков. На сегодняшний момент украинские машины почти везде ездят по льготам и их не заставляют ничего с ними делать. В дальнейшем они могут либо сделать перезаезд, либо действительно растамаживать. Это нормальная практика, в Украину точно так же попадают автомобили, а что с ними еще делать? Ну да. Ну, перезаезды, я знаю, как женщина может вывезти в Украину, это проблематично. Ну, в принципе, да. А вот тут вопрос сразу тоже юридической стороны. Если машина на мужчине, как женщина может выехать? Если я знаю, что нужно, что доверенность делать? Доверенность не нужна на сегодняшний момент. Более того, когда вы выезжаете на автомобиль из Украины, точно так же. Вам достаточно документов на право собственности. Если хотите дополнительно подстраховаться, делайте доверенность, но ее в перечне документов нет и в большинстве случаев ее не спрашивают. То есть по факту получается, я сажусь в автомобиль, и даю техпаспорт, и я ее... Сейчас есть возможность через DIU сделать... расширить авто, грубо говоря. Дать право управления по DIU. А вот как раз таки вернемся к этому приложению. Оно сейчас появляется в Польше, я знаю, в Германии будет. Это будет аналог нашей, да? Вот все то же самое. Ну, давайте честно. Они взяли позитивный опыт, но это их личное приложение. Оно никак не коннектится с DIU. Оно заточено под внутренние их вопросы. То есть, допустим, в Польше уже работает май-обыватель. Очень похожий. И можно пользоваться. Вот здесь пишут, что доверенность спрашивают на границе. Я отдельно хочу обратить внимание в этом случае. Смотрите внимательно перечень документов на перезаезд. Доверенности там нет. Это... Бывают такие случаи, в том числе и коррупции на границе. К сожалению. О них нужно сообщать по горячей линии. Корресли, это Румыния. Румыны любят коррупционеры такие. А вот здесь девушка уже второй раз этот вопрос, наверное, надо подскажите, нужно ли указывать декорацию про доход госслужащих. Госслужащие показывают все свои... Госслужащие доказывают, показывают, извините, все свои выплаты. Поэтому, да, в том числе и эти вещи, они должны указывать. Более того, обращаю внимание на... У госслужащих могут быть вопросы, например, если мы возьмем ту же Канаду, то если вы там взяли выплаты и получили визу КОЭД, будут вопросы также к праву на работу. Если вы госслужащий, вы не можете сочетать свою работу с такой же там другой, кроме преподавательской, научной и так далее. То есть к этому тоже могут быть вопросы. Я не перебиваю, это, возможно, звук накладывается, да. Это нормально. Это нормально. Да, еще вопрос по поводу повесток. Ну, мужчины прям вообще реагируют, говорят, Антон, что нам делать в посольство? Боюсь идти, боюсь повестку получить. Что это за такие фейки какие-то раскиданные, я так понимаю, какими-то непонятными организациями, что повестку мужчина может получить в армию в той же польской посольстве? Я пока что правдивых историй не встречала, и у посольств пока что нет такого функционала, как вручение повесток или еще что-то. Но у посольства, у консульства есть такая штука, как консульский учет. То есть, когда вы выезжаете, это одно из оснований, кстати, для выезда, когда у вас есть постоянный вид на жительство за границей с консульским учетом, с печатью о консульском учете. Это, по сути, знание, где вы находитесь, что вы находитесь в стране и так далее. То есть, если нужно будет вас найти, скажем так, да, то известны ваши координаты. Ну, мне очень нравится. Ага, ну, значит, по факту, получается, пока нервничать лучше не надо. Не стоит. Ксения, я вас благодарю за, в принципе, такой неплохой, достаточно развернутый комментарий. Уверен, что те, кто уже захочет предметно пообщаться, они с вами связаны, обязательно сейчас отвечу вас в эфире, в сторисе. Поэтому, дорогие друзья, те, кто хочет поговорить уже непосредственно с адвокатом, решить какие-то вопросы, там, без проблем, Ксения на связи, она всегда в Инстаграме, так понимаю, отвечает, делает, все вам бумаги сделает, если вам нужно будет, да, там, и третье, десятое. Я так понимаю, вы, так, Европа, Украина, Украина, Европа, вы мигрируете. И в Европе, да, мы работаем через коллег, у нас компания, мы работаем и через коллег, и я самостоятельно, конечно. Отлично. Тогда вам спасибо. И вам. До связи. Спасибо за эфир. До свидания. Спасибо вам. До свидания.